КОРТ 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 Начало 80-х годов, то это гегемония сборной команды Чехословакии. Сразу несколько звезд, их там и Хана Мантликова, и Хелена Сукова, и великолепное их, собственно, сочетание в паре, и еще чуть раньше совсем молодая Мартина Навратилова, когда она еще выступала за Чехословакию. Безусловно, вот эти звезды чешского и словацкого тенниса тогда совместно создавали такую команду, с которой было практически невозможно соперничать. Затем в середине 80-х сразу несколько команд повели вот эту борьбу между собой, и две из них стоит выделить отдельно. Это, безусловно, команда Соединенных Штатов Америки, потому что в тот момент американская команда была очень сильна, очень много звезд было в американском женском теннисе тех лет, но достаточно вспомнить и Линсай Девенпорт, которая была в тот момент в начале 90-х и конце 80-х на пике своих возможностей карьерных, в том числе. Это и Дженнифер Каприати, и еще целый ряд игроков, это и, безусловно, Пэм Шрайвер, великолепный парный игрок. Здесь же стоит отметить, конечно, и вылетело у меня из главы имя еще одной парной теннисистки, американской, с которой очень долгое время играла Мартина Навратилова. Лиза Реймон, безусловно. И вот за счет этих своих ресурсов сборная команды США удерживала достаточно серьезное лидерство. Вклинивалась в эту борьбу сборная Германии, возглавляемая, разумеется, Штеффе Граф, которая также сумела выиграть Кубок Федерации, сделала это дважды. Ну, отметим одну победу, победу, достигнутую в 87-м году над как раз командой США со счетом 2-1. Тогда, правда, была другая система проведения розыгрыша, был групповой финальный турнир, но суть это не меняет. Ну, а затем в середине 90-х годов, и даже, я бы сказал, сначала по середину 90-х годов, буквально царила сборная команды Испании. Тогда еще играла Кончита Мартинес, тогда еще великолепно выступала Аранта Санчес Викарио. И вот эта пара теннисисток никому даже приблизиться не давала к заветному трофею. Американок преследовали травмы, у них постоянно то одно, то другое, то одна теннисистка не могла играть, то другая. А такого ресурса создать, такой глубины состава, как говорят в командных видах спорта, не было просто никакой возможности. Ни у одной сборной мира, и у Испании тоже. Ну, а вот с середины, даже, я бы сказал, с конца 90-х пошла такая чехарда вот на этом теннисном троне. Туда попадала и сборная команды Бельгии, безусловно, НН и Клейстерс. Однажды, когда им все-таки довелось, когда они еще не были в ссоре, когда еще не было этих бесконечных дрязг между двумя сильнейшими теннисистками Бельгии, а они потом практически не выступали вместе за команду Кубка Федерации. Там были и спонсорские проблемы, и какие-то финансовые проблемы, и постоянно то НН, то Клейстерс никак не могли с Федерацией договориться. Но так или иначе, сборная Бельгии лишь однажды была обладателем Кубка Федерации. И было это в 2001 году, причем в финале в Мадриде они обыграли сборную команду России. Ну и сборная команда России, вот пропустив сначала вперед сборную Словакии, тогда Даниила Гантухова фактически одна принесла победу своей сборной. Это была единственная победа сборной Словакии в Мас-Поломосе, тогда сборная команда Словакии обыграла Испанок 3-1. Затем был еще один финал в Москве, когда наша сборная не смогла пробиться в финал. Ну и вот, начиная с 2004 года, произошло то, что в общем было где-то вполне очевидно. Сборная России, даже не скажешь кем возглавляемая, потому что каждый год это было по-разному. Заняла этот трон и по сути, лишь однажды отдав его команде Италии, когда мы бельгийкам проиграли в первом круге, после этого и до этого сборная России никому этот трон не отдавала, каждый раз выставляя новую команду, каждый раз выставляя своих сильнейших теннисистов, причем в каждом матче разных. Вы помните, как принесла нам этот трофей Анастасия Мыскина в 2004 году. В 2005 блестящая игра в пае Елена Дементьева и Динара Сафина решила все на матче на стадионе Ролан Горос. Ну и в 2006 году, простите, в 2007 году в Москве вообще никакой борьбы в финале не было. Там сборная России выиграла просто буквально в одну калитку, то что называется, обыграв команду Италии со счетом 4-0. Пятый матч даже проводить не стали, все было ясно и без него. Ну и вот теперь еще один финал, в котором, если бы сборная России хотела, если бы была такая возможность, то было бы только хуже, потому что нужно было бы выбирать между игроками первой мировой десятки, а их такое количество у сборной России, такое количество звезд, что у Жамиль Торпича, наверное, были бы сложности с этим. А сейчас, в общем, выбирать ему, наверное, не пришлось. Лена Дементьева очень устала, это понятно. Динара Сафина тоже устала, Маша Шарапова травмирована. А есть еще два игрока, и слово «еще» здесь не совсем корректно, потому что есть Светлана Кузнецова и Вера Звонарева, теннисистки высочайшего мирового класса. Ну и вот то, что мы сейчас увидим, это будет второй матч. К нам Светлана Кузнецова вот теперь лицом, вот она на наших экранах, победительница US Open 2004 года, финалистка US Open, финалистка Ролан Гарос, одна из ведущих теннисисток мира, у которой далеко не лучший сезон этого года. Она очень рано покинула олимпийский теннисный турнир, ей не удалось ничего, по сути дела, показать на открытом чемпионате США. Это подарок зрителям. Я думаю, они его вернут, а может быть и не вернут. Бывает по-разному. Нет, все-таки вернули. Ее соперница, 19-летняя испанка Карла Суарес Наварро, не имеющая никакого серьезного международного опыта, и в этом матче, конечно, наша теннисистка будет безусловно 100% фаворит. Итак, первая встреча между Карлой Суарес Наварро и Светланой Кузнецовой. Первые матчи их никогда не встречались между собой. Ну и вторая встреча сегодняшнего игрового дня на Кубке Федерации. Карлс Рамос, орбитр из Португалии на вышке, он, в общем, не так известен, как Элисон Ланг, но, тем не менее, тоже орбитр достаточно известный. Что касается Карлы Суарес Наварро, она занимает сейчас 49-е место в мировом рейтинге. Она никогда не выигрывала турниров W3, никаких, даже самых маленьких. Однажды была в финале на турнире в Тенерифе. На Тенерифе, наверное. Нет, все-таки, если иметь в виду остров, то на Тенерифе. Она сама, кстати, оттуда родом из Гран-Канарии. И она живет на сегодняшний день в Барселоне, в столице другой испанской провинции, в Каталонии. Ну, а Светлана Кузнецова про ее знаменитую теннисную семью уже столько было сказано и рассказано, что, я думаю, что повторяться не буду, скажу лишь только о том, что Светлана Кузнецова представительница, как это ни парадоксально, испанской теннисной школы. Она, в общем, ее первые шаги, ее серьезные первые шаги проходили в Испании. При этом стоит добавить, что Светлана до сих пор блестяще, абсолютно свободно говорит по-испански. Здесь я видел, как она давала интервью. И, в общем, ну, какая-то даже гордость своеобразная есть, что вот у нас есть такие игроки, вот как Света, которая сначала давала интервью по-испански, абсолютно спокойно, свободно, как вот на родном языке, затем по-английски, тут же следующей телекомпании, а затем по-русски. И, опять-таки, естественно, не путая слова, не было никаких ни англинизмов, ни испанизмов в речи, все было абсолютно четко, ярко, красиво, с ее обаянием, с ее постоянными шутками. У нее великолепное чувство юмора у Светы, она очень хорошо относится и реагирует на журналистов, она никогда не отказывает в интервью. А кто, собственно, из наших теннисистов ведет себя по-другому? Думаю, что никто. Вообще, российский теннис и российское вот это вот явление, российский женский теннис, как явление, это совершенно уникальное явление, о котором уже давно говорят, о котором говорят с удовольствием. Вот здесь, в официальном таком бюллетене этой встречи, когда открываешь статью по поводу сборной России, большими, крупными, красными буквами написано «Дрим Тим». Это действительно «Дрим Тим», это команда мечты, мечты любой страны, вот иметь такую команду, но и, еще раз повторюсь, не считайте это лестью, потому что это чистая правда, а огромное спасибо, нужно сказать, нашему капитану Шамилу Торпищеву, потому что в каком бы составе эта сборная ни играла, она всегда выглядит абсолютно монолитной, сплоченной, яркой, дружной, обаятельной, красивой, женственной, как угодно, любые термины здесь будут справедливы, любые превосходные эпитеты. Она всегда хороша, она всегда очень яркая, какая-то удивительно располагающая к себе команда. Многие здесь журналисты, наши российские, которые сюда приехали, даже обратили внимание, что вот уже который год, пожалуй, по-моему, только Настя Мыскина выбивалась, что-либо, из этого ряда своеобразного. Они еще и практически все блондинки сейчас. Вот такая вот светлая славянская внешность, ну, практически у всех, такая классическая, русская, красивая, очень яркая команда получается. Ну и естественно, что журналисты, телекамеры буквально преследуют эту команду, и, в общем, без улыбки, без восхищения на нее смотреть невозможно. Не хвалить сборную России просто не получается, просто потому что она, во-первых, этого заслужит, а во-вторых, вот этот визуальный эффект от ее появления, всякий раз, что в Москве, что на любом другом квартире мира, он настолько силен, что действительно всякий раз ловишь себя на слове, на мысли о том, что сбиваешься, начинаешь просто восхищаться тем, что ты видишь. Вот и вчера, и на послематчевой пресс-конференции, после, простите, после вот этой, не матча, а церемонии, жеребьевки, самой по себе, кстати, о жеребьевке пару слов я скажу, на следующий год она очень удачная для сборной России. Самая главная удача заключается в том, что мы избегаем встречи с американками вплоть до финала, и, более того, при определенном раскладе, если сборная Италии и Франции свой матч закончат в пользу француженок, то все, все три встречи сборная России проведет у себя дома. И, в общем, в этом смысле гарантия сохранения Кубка Федерации, если не стопроцентная, то очень высокая. Итак, Светлана Кузнецова против Карла Суарес Наварро, потихонечку подтягивается публика, перерыв закончен, и мы с вами будем смотреть за вторым матчем сегодняшнего финального дня. Ну, потому как Светлана двигается, вот уже на нее, на ее теннис, даже по первому розыгрышу очень приятно смотреть. Первые геймы важны, потому что Суарес Наварро, очевидно, должна нервничать. Она встречается с игроком совершенно не ее калибра. Ну, вот эта ошибка как раз из этого, из этого, в этом ключе, из этого стиля. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ Это аут 0-40 0-40 Буквально гинуло сейчас Кузнецова на Суарес Так с первого гейма, с первого мяча Сразу подавить своей активностью Сразу не оставлять никаких шансов Сразу не Даже иллюзию не создавать борьбы В этом матче И в общем хотелось бы, чтобы так оно и было Это и для Света самой очень важно Потому что вот ее матч против Медина Горигис Он не только может стать решающим Он будет открывать завтрашний день 15-40 Но еще и для самой Светы, которая неудачно провела Последние турниры Для нее очень важно выигрывать быстро, мощно И на собственном классе Гейм Кузнецова Гейм Кузнецова 1-0 Не важно, чья подача В данном случае абсолютно Не важно Света выигрывает Без всяких проблем Первый гейм Света выигрывает Спасибо. 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 Ну, как сейчас, например, до 32. Спасибо. Так разочарованно вздохнули трибуны, но хотелось играть помощнее. Карл Суарес Навара ошиблась. 30-15. Публика отдает должное, видя, что происходит в этом матче. Видишь. Продолжаются какие-то технические неполадки в Мадриде. Вновь у нас прервалась связь с Александром Кузьмаковым, и мы продолжаем смотреть матч между Skyway Суарес Навара и Светланой Кузнецовой. Ну, как мы уже отмечали, пока никаких буквально проблем Светлана не испытывает. Все-таки достаточно очевидно, что испанка, которая мало того, что является вторым номером даже в своей сборной, плюс ко всему, конечно, она намного ниже классом, чем российская теннисистка. Ну и, в общем, пока, по большому счету, без особых проблем проходит встреча для российской теннисистки. Несмотря на то, что подает испанка, по-прежнему брейк-поинт у Светланы Кузнецовой. 30-40 на подаче Карл Суарес Навара. 9 минут всего продолжается эта встреча. Тем не менее уже второй, вторую возможность взять подачу соперницы имеет россиянка. Второй мяч. Ну и спокойно выигрывает Светлана решающее очко. 3-0 в пользу россиянки, собственно говоря, в первом сете. Итак, 3-0. Ну, ровно точно так же начиналась встреча между Верой Звонаревой и Аннабель Мединогоригес. Но там все-таки, давайте будем смотреть правду в глаза, там преимущество Звонаревой над Мединой Горигес, оно не настолько велико, как вот здесь сейчас. Поэтому, конечно, всякое может быть. Но сейчас Вера не дошла до сетки, остановилась немножко в середине. А надо было дальше идти вперед, а нам сыграл этот мяч с лета. Так получилось не то не сё. В конечном итоге остановилась посередине, и уже этот мяч непонятно было, как играть. 0-15. Такая собственная ошибка. Второй мяч. Ну, даже себе. Вот в такой ситуации Света не просто позволяет, а играет вот так вот рискованно, вот такими ударами по линии. Не готовя атаку, а проводя её, в общем, сразу. Второй мяч. Аут. Нет. Простите. Такое обман зрения получилось. Прошу прощения. 15.30. Вот с этого места, где находится наша комментаторская позиция, кажется, что мяч улетал в аут. Телевизионная картинка даёт, конечно, в данном случае более верное представление. 15.30. Стал немножко даже угадывать здесь, возвращался, выходя из приёма подачи. Карл Суарес очень сильно сместился к центру корта, и Светлана это увидела по 30. Двойная ошибка. 30.40. Брейк-поинт. Призывают испанские, даже не болельщики, а именно официальные члены команды, Суарес бороться. И это правильно, конечно. Для неё это очень важно. Ей нужно бороться обязательно. Это не вопрос конечного результата. Это вопрос именно собственного опыта игрового. Ровно. Ну и публика испанская во многом, я абсолютно уверен, пришла на корты сегодня не только поболеть, но и посмотреть на соперника, на элитного соперника, на лучших игроков мира. Ну, может быть, кто-то в этой ситуации сыграл бы лучше, чем Карл Суарес Наварре, выполняя обводящий удар. Но, опять же, ведь игроки высокого класса это чувствуют, что соперника надо поддавливать, что нужно ему всё время новые задачи ставить. И вот этот внимательный взгляд к торпищу, мне кажется, сейчас говорит о том, что Шамиль Наварч доволен тем, как играет Света. Не вступая в длинные розыгрыши, не начиная качать, не давая испанке прибиться, не давая ей возможности почувствовать какую-то уверенность в том, что она может на равных играть с Кузнецовой. Ну, всё равно правильно играла Света. Ошибка технического характера, конечно, при игре с лёта. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Звучит сильная футболь. Звучит сильная митер. Л αν пошла проверить. Но спорить не стало Щит двойная получилась Вторая двойная, кстати, в этом гейме Еще один брейк-поинт Света опять сыграла По-грасмейстерски в этом розыгрыше Вроде бы и не создавая стопроцентных ситуаций Но, тем не менее, сразу с первого мяча Оказывать давление на соперника И заставить соперника допускать именно технические ошибки При подходе к мячу, при выполнении Каких-то технических приемов При ударе слева, при ударе справа Постоянно заставляя вот всю разнообразие Всю гамму, всю палитру технических приемов Выполнять А, конечно, у Кузнецова и технический арсенал Неизмеримо выше, чем у Суарес Наварра Уже путаться начинаю Вот в этих вот испанских двойных фамилиях На самом деле, Света, конечно, играет в свое удовольствие Сейчас это очень хорошо заметно Она позволяет себе и выходить к сетке Не самых лучших мячей И даже с лета играть В общем, я бы сказал так Немножечко спустя рукава Не идеально Но, тем не менее Видно, что она себя с таким азартом играет Ей интересно А вот этот мяч А вот как я сейчас играю Такое ощущение, что Вот именно она играет в теннис сейчас Она не борется в финале Кубка Федерации А играет в теннис У нее есть сейчас такая возможность Такой... Если не конкуренцию То уж во всяком случае Поиграть с ней в теннис 15-0 Тут над Кортом в это время Пролетел такой серьезный боевой вертолет Ну вот и тень его пролетела над Кортом А вот по 15-ти 30-15 Поехали! 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 Двойная ошибка по 30 Что касается Суарес, то ей в общем тоже легко сказать, но трудно сделать Но тем не менее ей тоже пора уже перестать волноваться по поводу происходящего Потому что иначе она просто рискует проиграть под ноль И постараться зацепиться, побороться, самой что-то создать Какое-то подобие игры Тем более свет немножко помогает тоже Поехали! 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 Слабгейм на свои подачи Карло Суарес Навар. Счет стал 4-1 в пользу Светланы Кузнецовой. И первый сет продолжается. Пожалуй, первый розыгрыш Светланы Кузнецовой в этом матче, который на задней линии, она проиграла. В котором она не додавила соперника и сама ничего создать не успела. Сейчас пока настолько вяло играла Суарес, что очень трудно даже выделить, где у нее слабые места. Вот такие очевидные слабые места. И она из бэкхэнда и из форхэнда, она ошибалась уже достаточно. Количество невынужденных ошибок. У нее, как у Кузнецовой, 9, но у Кузнецовой эти ошибки все равно в атаке. У 15-ти. Два мяча. Я вот сейчас неожиданно подумал о том, что если из сборной России можно было бы составить 3 или 4 команды, а сделать это совсем нетрудно. Если бы просто по 2 теннисистки в каждую, пусть бы они даже и пару бы играли вместе, то остальным командам, в принципе, можно было бы не участвовать в этом турнире. 15-30. Чат competitive! Папа! Папа! Субтитры делал DimaTorzok В некоторых геймах она даже не давала возможности в игру войти, она ошибалась просто в каждом мяче, то вот сейчас испанка наконец-то успокоилась, вот она наконец-то вошла в игру, она все-таки 49-й номер рейтинга и стала держать мяч на задней линии. И уже теперь свете недостаточно просто качать мяч, просто даже разнообразно это делать, уже нужно атаковать, уже нужно что-то изобретать. Хороший смеш, 30-40. Еще одна шутка. Ну посмотрите, сколько их набралось у Светланы Кузнецовой, 4-2. Второй гейм выигрывает Карлосуарес Наварра. Ну и вот теперь это уже похоже на, в общем, какое-то подобие борьбы в этой первой партии, все равно пока никакой борьбы нет. Я думаю, что все-таки аут был, да. Просто судья немножко смутил меня, тот, который был на линии, который показал, что мяч в корте. Удивительно, как, конечно, когда на грунтовых кортах хозяйские судьи ошибаются в пользу соперника. Но такое тоже иногда случается. 15-0 и два мяча. По пятнадцати. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 А сейчас уже нужно играть с полной выкладкой. По 30. Тем более, что я сказал в начале репортажа, что Светлана Кузнецова и Карл Суарос-Навар никогда друг с другом не играли. Поэтому надо еще понять, чего ожидать от этого соперника. Что он может и чего он не может. 40-30. Второй мяч. Еще одна двойная ровно. Что-то хорошо бы, конечно, выиграть этот гейм и уже снять окончательно или почти окончательно вопросы по поводу исхода этой первой партии. Ну а вот тут уже, собственно, опять-таки ошибка Светланы. Опять немножко вальяжно она по-прежнему себя ведет на корте. Уже все, уже хватит, уже пора действовать более собранно. Если сегодня это еще, возможно, будет простительно, то вот в матче против Аннабель Мединогоридис это будет невозможно. Посмотрите, ну сколько ошибок. Очень много ошибок. У Кузнецовой стало уже 14. И 4-3. Практически третий гейм подряд собственными руками Светлана Кузнецова вручила своей сопернице. Светлана Кузнецова вручила своей сопернице. Успокойства абсолютно никаких нет, но тем не менее, в общем, несколько затянулась игра. Затянулась, к этому не было абсолютно никаких предпосылок. Светлана так вот, даже я бы сказал, лихо начала этот матч, а затем стала допускать очень много ошибок. И аж перестала ошибаться Карла Суарес-Наварра. Видимо, в какой-то момент успокоилась, поняла, что ей абсолютно в этой ситуации терять нечего, что надо играть спокойно, что надо показывать то, что ты умеешь. А она, в общем, уже достаточно многое умеет. Тем более, что количество ошибок соперницы, теперь уже самой Кузнецовой, ну лишний раз такой вот по чуть-чуть оптимизма и уверенности в себе добавляет испанки. 4-3 подавать будет Кузнецов. На этот раз Света уже все-таки более ответственно подошла к этому мячу, и хотя тоже не дошла до сетки, но заставила себя отработать ногами. 15-0. Второй мяч. Хороший бэкхенд у Суарес, и такая небольшая растерянность сейчас у Светланы. Растерянность в том смысле, что Суарес держит мяч и очень неплохо отвечает. Без каких-то излишеств, без лишней остроты, без лишней агрессии, но, тем не менее, достаточно плотный, и вот именно что держит мяч в игре. Два мяча. Второй мяч. Хорошо задвигалась испанка, но и Светлана взяла себя в руки и стала играть. Просто прибавила в мощи, немножко форсирует, теперь уже игру. Ну, в общем, уже пора. 30-15. 30-15. Опять ау. По 30-ти. 16-я ошибка. Кузнецовый. Второй мяч. 40-30. Падает процент попадания первого мяча. У Светланы. Но еще пока все-таки, тем не менее, приличный. 61-й процент. Ну, настолько хороший был прием второй подачи Кузнецовой, что, по сути, этим приемом-то Суарес и выиграл этот мяч. Ровно. 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 Все четко. Больше. 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 Снова ровно. И опять такое ощущение, что без рисунка играла Света. Вот не было атаки никакой, просто вот покачала немножко мяч, а Суарес атаковала. Молодец, испанка, сейчас ей надо отдать должное. Именно она провела эту атаку, а у Светланы вот не было четкого плана. Может быть это связано с тем, что Света в плохой форме находится, но она действительно не в лучшей форме своей. Но во всяком случае, после счета 4-0, когда перестала ошибаться испанская теннисистка, у Светланы пошел процент брака, конечно, очень серьезный во всех компонентах. И может быть от этого сейчас и появилась некая нервозность. Перестала форсировать, перестала рисковать Кузнецова, боясь ошибиться. Но в этой ситуации, конечно, ее соперница получает возможность для атаки. Ну что, если счет станет 4-4, то можно будет сказать начнем сначала. Как будто 0-0. Светует, я уж не знаю, на что Суарас Наварин, а то, что прием был не лучшим образом выполнен, вероятно. Но в данном случае я бы скорее говорил о том, что Кузнецова выполнила прекрасную подачу и потом сыграла с лету безупречно. Ну и слава богу, 5-3. Закончился вот этот период. Количество ошибок, видимо, уже достигло своей какой-то критической точки, своего максимума. Светлана не без труда, но все-таки выиграла гейм. 5-3. 5-3 она впереди. Карл Суарас Наварро будет подавать. Я в первом своем репортаже, в первом матче не успел рассказать вам о том, как играли сборные команды России и Испании между собой до сего момента. Появляли между собой 5 встреч. И о каждой из них я несколько слов скажу. Ну, а для начала скажу, что счет личных встреч этих двух команд на сегодняшний день 4-1 в пользу сборной России. Вот сейчас прием на вылет. 0-15. 0-15. 0-15. 2-й мяч. 2-й мяч. По 15-ти. 2-й мяч. Ну, уже второй раз после того, как выполнила Бекон, перемещается очень резко к центру Суарас Наварро. И Светлана в виде это посылает мяч туда же, в ту же самую точку корта. Такая достаточно стандартная комбинация. Но она стала проходить. Она стала проходить и все-таки больше подлево стала играть Кузнецова своей соперницей. 15-30. И опять подлево. Очень хорошо сыграла Наварро, но здесь ничего нельзя было сделать, потому что мяч задел трос. И после того, как он задел трос, он, по сути дела, проскользил по земле. Он изменил траекторию. Поэтому и извинилась Суарас Наварро. И Света здесь развела руками, потому что нельзя было этот мяч никак достать. По 30. 40-30. На этот раз очень крайне неудачный прием к обыдам ракетки. Второй мяч. Ну, Бамус это по-испански. Ровно. Я думаю, что немногие из тех, кто сейчас на корте, я имею в виду на трибунах, знают о том, что Светлана Кузнецова прекрасно говорит по-испански. Аут. Здесь немножко повезло Кузнецовой. Во-первых, в линию попала подача. И Свете было трудно ее принимать. Даже по звуку было слышно, как мяч ударился именно в линию. В краску, а где в грунт. А затем уже Суарас Наварро сыграл слишком остро. Можно было действовать чуть мягче. Не достало бы все равно Кузнецовой этот мяч. Атака не пришлось. Брейкпоинт. И он же сет был у Светланы Кузнецовой. Ну вот только этот вот сетбол Света вновь ошибкой на приеме соперница своей отдала без борьбы. Ровно. Второй мяч. Нет, на этот раз мяч все-таки попал в корт. Хотя тоже было ощущение по удару, что он сейчас уйдет в аут. Еще один сетбол. Взяла все-таки первую партию Кузнецова. Ну что, был счет 4-0, а затем 4-3 и 6-3 в пользу Светланы Кузнецовой. Все хорошо, что хорошо кончается. Коматчи между Россией и Испанией. И первая встреча состоялась в 1982 году. Этот матч проходил на кортах Калифорнии. И тогда сборная команда, тогда еще Советского Союза, разумеется, выиграла со счетом 3-0. Затем еще одна встреча была во Флиндерс Парке, в Мельбурне, в Австралии. И тогда Лариса Савченко, которая сейчас входит в тренерский штаб сборной команды России. А тогда это была еще сборная СССР. И Наталья Зверева вдвоем обыграли двух великих эспанок. Санчес Викарио и Кончито Мартинес. Причем все решилось в парном матче. Одиночки, соответственно, Савченко выиграл у Мартинеса, Санчес Викарио и Зверевой. А вот пара Савченко-Зверева, бывшая на тот момент одной из самых сильных в мире, выиграла со счетом 4-6, 6-4, 6-4 в интереснейшем матче. Затем в 89-м году две испанки взяли реванш. Причем с тем же самым счетом 2-1, но там все стало ясно уже после двух одиночных встреч. В 90-м году состоялся матч, в котором Лариса Савченко, Наталья Зверева и Лейла Месхи провели матч против испанок. И тогда травма Санчес Викарио, по сути дела, предопределила исход встречи. Наши выиграли в итоге 2-1. Ну и наконец, в 2007 году, в прошлом году, в первом раунде сборная России играла с командой Испании, играла в Москве и Светлана Кузнецова, Надя Петрова, Анна Чиквитадзе и Елена Веснина. Все выходили на корт и одержали победу со счетом 5-0, не оставив абсолютно никаких шансов команде соперников. В той встрече Карл Суарас Навара не принимала участия. Вот такие пробежки по задней линии даром не проходят. 30-15. 40-15. Пациент, Курка! 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 Пак! 40-30 40-30 40-30 Масса была разных вариантов. Как сыграть – Светлана выбрала, наверное, оптимальный. Из всех сыграв противоход. 1-0. 1-0. Впереди Светлана Кузнецова. Смена сейчас будет. Смена сторон. Вот он. Посмотрим по какому сценарию пойдет вторая партия. В перестрелке на задней линии допустила ошибку Карло Суарес Наварро. 0.15. На табло здесь 15.0. Наверху так над кортами находится табло стадиона. И рядом с ним на таком своеобразном подиуме, на таком постаменте находится и чаша Кубка Федерации. Вошла в корт красиво с приема сразу в мяч. Остро очень сыграла Кузнецова. 0.30. Понятно, что с запасом играет Кузнецова. Другое дело, что лишние силы, прежде всего физические силы, тратят временами. Там где-то его можно избежать. Второй мяч. 15.30. Вот такие ошибки делать, наверное, Шамиль Торпищев сможет объяснить после матча, с чем связаны вот такие вот ошибки. Но я думаю, что с плохой формы Кузнецовой в том числе. Просто этого соперника надо обыгрывать, находясь в любой форме. Тем более, что и соперник-то в общем делает для этого почти все возможное. 15.40. Двойной брейкпоинт. Второй мяч. Взяла гейм Светлана Кузнецова. Говорит, что, по всей видимости, сейчас вот нам показывают Карл Суарес-Навара. Света, по-моему, говорит о том, что зрители мешают. Под руку кричат. Или просто ходит, кто-то, может быть, перемещается. Там за ее спиной находится трибуна для почетных гостей, судя по всему. И вот на ней-то как раз эти самые почетные гости и перемещаются по ходу розыгрыша, что, конечно, отвлекает. Второй мяч. 0.15. По накалу, конечно, эта встреча пока очевидно уступает первому матчу. Аспанка правильно делает. Она играет каждый мяч, она просто цепляется. Она собирает мячей по задней линии, а Светлана продолжает ошибаться. И, в общем, все равно тяжело выглядит. Несмотря на то, что ведет в счете, несмотря на то, что имеет преимущество по ходу второй партии. Но не хватает пока ее игре надежности. Надежности, свойственность самой Кузнецовой, когда она в хорошей форме. Ведь не раз практически все теннисные специалисты сходились на том, что Светлана Кузнецова по своему потенциалу способна играть и выигрывать любые турниры на любых покрытиях. 15-30. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По 30-ти. Вывести как-то себя пытается сейчас Светлана, несмотря на то, что все в порядке со счетом, но, тем не менее, состояние такого литаргического сна, на котором она находится, чередуя красивые комбинации, как эта, с большим количеством технического брака. Как говорят, в таких случаях играет сама с собой сейчас Кузнецова. АПЛОДИСМЕНТЫ Второй мяч. 40-30. Ну ведь можешь же, Света, вот так и хочется сказать, но ты же все это прекрасно можешь и умеешь. Это не тот соперник, который в состоянии тебя заставить так уж прямо перенапрягаться на корте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 3-0. 3-0. Светлана Кузнецова впереди во втором сете. Слава Богу, счет нас пока волноваться не заставляет. Итак, 6-3-3-0. В пользу Светланы Кузнецовой. 15-0 на подаче Карла Суарес-Наварра. Сколько же мячей с приема Светлана уже своей сопернице подарила. И вот сейчас в очередной раз ошиблась. Второй мяч. Вот реплика Шамиля Торпищева даже интереснее, чем то обстоятельство, что в очередной раз допустила ошибку, двойную ошибку Суарес-Наварра. Хорошая атака. 30-15. В чем, помимо прочего, заключается еще и удивительное совершенно качество вот эти вот капитанские Торпищева, в том, что он не просто подбадривает, как очень многие, а он еще и подсказывает, он еще и объясняет, помогает, успокаивает во время матча своих подопечных. Видно, что Света раздражена, да? Вот все равно видно, что раздражена. Вроде бы счет-то огромный. 6-3-3-0. Абсолютное преимущество по счету. Но как же вот со счета 4-0 в первой партии Света играет с каким количеством брака? И насколько ее саму раздражает вот происходящее? Что у нее через удар вот такие вот жуткие срывы случаются. Но ничего, такие матчи тоже бывают. Через них надо уметь проходить. Света это, безусловно, умеет. И соперник это делать позволяет. 40-15. Был-был аут. 3-1. Подавать будет Светлана Кузнецова. Если посмотреть на статистику встреч с участием Светланы Кузнецова, подсказывает ей, внимание, внимание, держи. Подсказывает ей Шамиль Торпищев. Света Кузнецова играла, в том числе и в том матче против испанок, про который я говорил. Еще одна ошибка. Играла, когда матч проходил в Москве, тогда первой соперницей Кузнецовой была испанка Лурдес-Домингес-Лино. А второй как раз она была Медина-Горигес, которую мы сегодня уже видели. И оба матча Кузнецова выиграла. Но против Медина-Горигеса даже пришлось играть три партии. Правда, третий сет от Кузнецова выиграл со счетом 6-0. А вот по 15. Гриша Тоби ошибками. Но если от Карла Суарес-Навара этого можно было ожидать, и ее ошибки, в общем, нас не очень волнуют. Игрок, она средний. То, что так много ошибается Кузнецова, это, конечно, печально. Игрок, она средний. Ну вот что это такое сейчас сделала Кузнецова? Я думаю, что она сама не сможет объяснить, зачем нужно было так укорачивать, и что это был за обводящий удар потом. Обычно, когда играют так игроки высокого класса, они говорят, что они растренированы. Но Света, в общем, не должна быть до такой степени растренирована. Она все-таки играла на всех крупных турнирах, и в том числе и на Олимпиаде, и в том числе и на US Open. Света, какая ошибка, да? В пустой корт, по сути дела, Кузнецова не попадает. Играет-то правильно, но не попадает в пустой корт. 30-40. Я не думаю, что, вот честно вам признаюсь, я не думаю, что у Карла Суарес Навара хватит класса, хватит стойкости спортивной для того, чтобы развернуть этот матч на 180 градусов. Но, в общем, одно здесь другого совершенно не исключает. Отыграла брейк-поинт Кузнецова. Может быть, где-то, что называется, пересидела Света немножко, где-то, может быть, по трибунам помещений. Может быть, где-то недоразмялась. Трудно сказать. Может быть, какие-то другие психологические мотивы того, что происходит. Мы следствием следствием этого, мы наблюдаем. Больше. Второй мяч. Сейчас может контратаковать с приемом испанка. Еще кашек. Ровно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Света играл с таким запасом, с таким огромным запасом после этой подачи. Аккуратно-аккуратно положив мяч в другую часть корта и не стремясь выиграть на вылет, а даже подойдя еще поближе к сетке. И уже после этого аккуратно, опять же, не в угол, а просто по центру положив мяч ударом с лета. Больше. 25 ошибок уже у Светланы Кузнецовой. Причем при этом 30 чистых выигрышей. Это тоже очень хорошее число. Молодец. Сейчас правильно сделала. Пошла вперед к сетке. Напугала немножко свою соперницу и та ошиблась. 4-1 впереди Светлана Кузнецова. Итак, 4-1. Карлос Варес, Наварро на подаче. 15-ю. Уже давайте не будем, так сказать, анализировать ошибки Кузнецовой. Их было уже столько, что понятно. В общем, их природа уже понятна и понятно, что необходимо над этим работать. Просто будем констатировать счет и будем пытаться про них забыть, во всяком случае, сейчас про эти ошибки, потому что результат сейчас гораздо важнее. Ну вот, казалось бы, да, два совершенно разных розыгрыша. В одном Кузнецова отправила мяч в аут, так метровый аут, из ситуации более простой. А в другой ситуации, с того же самого бэкхэнда, посмотрите, на этом повторе будет очень хорошо видно, с того же бэкхэнда, из гораздо более сложной ситуации, Света вот так перевела мяч по линию. 3-15. Коротко, короткий прием. Под сильную руку сопернику. Соперник имеет возможность сам принимать решение. Второй мяч. По 30. Коротко, коротко, коротко. Ну вот это то, что и должна была делать Кузнецова. Разнообразно, мощно, глубоко. То, что она, собственно, и делает, только вот с большими перерывами, с большим количеством ошибок. Приближается матч к своему завершению. Все равно, вот даже при том количестве, жутком количестве брака, он все равно приближается к своему завершению. Скрытый матч Болу Светланы Кузнецовой. 30-40 на подаче Карла Суарес-Наварра. Ух ты, как высоко. 5-1. 5-1. Светлана Кузнецова будет подавать на матч. Светлана Кузнецова будет подавать на матч. Правильно, правильно, все равно сделала правильно Светлана пусть идет к сетке и правильно сделала Что пошла с такой подачи, да, не справилась с приемом Да, не смогла обработать мяч Но это лучше, чем сидеть на задней линии в такой ситуации Допуская вот эти вот ошибки и посылая мячи по аутам Ну а сейчас Карл Суарес как-то себя так даже странно повела Этот мяч можно было играть Да, в противоход, но тем не менее можно было попробовать поцепляться Но по-моему как-то она сейчас уже не очень верит То, что в этой ситуации можно что-то изменить 30-15 Тогда красиво, тогда красиво, конечно Насколько обманчив счет Вот если первый матч 6-3-6-4 в пользу Веры Звонаревой Все равно не оставлял ощущение того, что Звонарева сильнее Она все равно выиграет То вот в этой встрече Светлана, которая выигрывает за меньшее количество времени Тем не менее своей игрой Оставила гораздо больше не то, что вопросов Но я бы сказал так, двоякое впечатление Игрок высочайшего класса По большому счету Ну в общем пол матча Играл так процентов на 30 своих возможностей Если не меньше Двойной матчбол у Светланы Кузнецовой Может быть всему причиной недостаточная мотивация Может быть вот именно этим объясняется потеря концентрации Может быть понимает Светлана и чувствует, что она гораздо сильнее своего соперника И Инстинкт убийцы, который в общем так или иначе свойственен всем большим игрокам Он как-то вот не включается Даже несмотря на значимость игры Второй матчбол Второй матчбол Второй матчбол Ну ладно, поздравим все равно Светлану Кузнецову с этой победой. 6-3, 6-1, очень простой счет, неубедительная, плохая игра Кузнецовой, да простит меня Светлана, я думаю она сама это все прекрасно понимает, она вряд ли довольна сегодняшним матчем, при том что конечно соперник ей не ровня на настоящий момент, но тем не менее поздравим Светлану, она принесла очень важное второе очко, она первая ракетка нашей страны в этом матче, поздравим ее с этой победой и за этим, на этом попрощаемся до завтрашнего дня. Итак, 2-0 сборная России впереди после первого дня финала Кубка Федерации, эти встречи для вас комментировал Александр Кузьмак, до завтра, до встречи на кортах Мадрид.